Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписаны, рекомендуем это сделать, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры на различные модели машин, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технического плана, где мы детально обсуждаем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто уже давно на нас подписан, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Есть в нашем ассортименте автомобили с левосторонним расположением рулевого управления, есть и праворульные варианты, которые мы привозим из Японии. Но герой нашего сегодняшнего сюжета не совсем обычная машина. Это китаец, причем китаец премиального класса. Давайте посмотрим, что же представляет собой современный премиум из Поднебесной на примере Шанган Юни Кей 2023 года выпуска. Марка Шангань не так на слуху в нашей стране, как, например, Лифан, Черри или Джили, но тем не менее, это довольно старый китайский автопроизводитель. Модель Юни Кей премиальный кроссовер была презентована в 2020 году. Эта машина продается на нашем рынке официально, хоть и не примелькалась пока на дорогах. Довольно интересен в данном случае набор агрегатов внутри этого автомобиля. В качестве двигателя используется один единственный возможный вариант. Это бензиновый турбомотор на 232 лошадиные силы и 390 ньютонометров крутящего момента, который работает в паре не с роботом, а с классическим автоматом на 8 передач, причем производство японской фирмы Эсин. Эти автомобили могут быть как с передним, так и с полным приводом. Наш сегодняшний экземпляр – это новый автомобиль 2023 года выпуска, без владельцев и, по сути, без пробега. Шанган Юни Кей – это очень немаленький кроссовер, во внешности которого можно найти некие перекликающиеся черты с автомобилями Порше, в частности, с Каен Купе. Габаритные размеры кузова этого автомобиля. Длина – 4,86 м, ширина – 1,94 м, высота – 1,70 м. Колесная база кроссовера – 2,89 м, что больше, чем у Lexus RX, и это предполагает наличие достаточного запаса пространства для пассажиров. Что касается толщины лакокрасочного покрытия этого автомобиля с завода, то на примере нашего нового экземпляра можно утверждать, что разброс показаний толщиномера на этих автомобилях будет в диапазоне от 90-98 до 130 мкм максимум, если говорить о родном окрасе. Про устойчивость лакокрасочного покрытия к сколам и царапинам, а также про общую коррозионную стойкость кузова на этих новых автомобилях пока рассуждать бессмысленно. Чтобы достоверно понять, как они будут вести себя в условиях наших соленых зим с реагентами, необходимо выждать лет эдак 5-7. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажного отделения, тем более, что для полногабаритного кроссовера багажник – это далеко не второстепенный показатель. Доступ в багажник нам открывает большая широкая крышка с электроприводом. По каталогу объем багажного отделения этого кроссовера 351 литр. Оно и видно, багажник визуально не очень глубокий. Высота до полки здесь порядка 43 см. Ну, 41, если быть совсем точным. Ширина проема по его нижней части, а она здесь практически по всей высоте проема идентичная, около 106 см. Ширина самого багажника по задней части – 1,22 м и по передней – 1,06 м. Полезная длина багажника – это около 92 см. Каких-то дополнительных удобств здесь можно сказать, что нет. Плафон освещения до ниши под полом, где в данном случае у нас располагается набор штатного инструмента. Внизу под пенопластовой емкостью с инструментом размещается докатка, что в данном случае хорошо. В случае, если вам надо увести какой-то очень габаритный груз, заднее сидение вы можете сложить. Ровный пол вы здесь не получите. Минимальная ступенька все равно будет. Но длина погрузочного пространства в этом случае возрастет до 1,90 м до спинок передних сидений. Так что в общем и в целом небольшая высота багажника компенсируется большой площадью получаемого погрузочного пространства. Ну а теперь про салон – Шангань Юникей. Попадая сюда, первое, что успеваешь отметить – это ширину автомобиля. Может быть в абсолютных цифрах 1,94 м это и не так много, но ощущается этот автомобиль как реально широкий. На это работает в том числе и видимая линия капота, который предстает перед глазами водителей переднего пассажира, как палуба авианосца. Что касается посадки за рулем. На самом деле в этом автомобиле мне удалось быстро подобрать удобную для себя позицию. Мой рост 1,86 м. Стоит отметить, что в этой машине в нашей комплектации присутствует память сидений водителя на два положения и большое количество регулировок. В том числе, в отличие от HVL F7X, здесь регулируется наклон подушки сидения. А поясничный подпор имеет регулировки как в продольном, так и в положении по высоте. Так что у многих людей будет шанс нормально устроиться за рулем этого автомобиля. Рулевая колонка в данном случае, несмотря на класс автомобиля, имеет регулировку только механическую, но в двух направлениях. По высоте и по наклону. Сам руль здесь также очень необычной формы. Он хваткий, но при этом верхняя и нижняя часть рулевого колеса в данном случае скошена. Скорее всего это потребует некоторой привычки. Зато руль не перекрывает комбинацию приборов. Что касается кнопочек органов управления и прочих интересностей. В данном случае в автомобиле очень много разного рода опций. Приборная панель здесь по современному полностью электронная. Аналоговых приборов нет в принципе. И даже панелька управления климатом в данном случае у нас сенсорная. Наподобие того, что мы можем видеть в Honda Fit последней генерации. Упоры под локти здесь присутствуют. С левой стороны удобный обшитый кожей подлокотник на дверной карте. А справа подлокотник на центральном боксе. Причем в данном случае нажатие на кнопку открывает нам довольно вместительный ящик. Куда можно сложить много чего. Закрывается это все правда руками. Но самое интересное, собрано все аккуратно, хорошо. Под левой рукой абсолютно привычный по дизайну блок управления стеклоподъемниками и центральным замком. Чуть выше на двери у ручки открывания управления памятью кресла на два положения. Плюс кнопка установки положения. С левой стороны также привычно выглядящий блок управления боковыми зеркалами. Включая складывание клавиши открытия багажника и корректор фар. Подрулевые переключатели в автомобиле находятся ровно там, где они должны быть. Вопросов по тому, что приходилось бы к ним тянуться и так далее здесь нет. Включаются они с приятным усилием. И при включении указателя поворота на центральном дисплее машина покажет вам изображение соответствующей боковой камеры. С левой стороны руля у нас клавиши управления круиз-контролем. Круиз-контроль здесь умный, умеет выдерживать скорость и дистанцию. Машина также оборудована системой предотвращения столкновений и умеет сама ездить в пределах разметки по полосе. С правой стороны в нашем случае также располагаются клавиши, но это уже управление мультимедийной системой режимами бортового компьютера. И здесь же присутствует клавиша, нажав на которую вы включите на правом дисплее изображение с камеры заднего вида. То есть в данном случае дисплей начинает выполнять роль салонного зеркала. Функция интересная, но на мой непривычный взгляд немного избыточная. Теперь о приборной панели. Приборка полностью цифровая. Здесь три основных экрана, плюс большой экран мультимедийки, вынесенный посредине. Слева у нас небольшой служебный дисплей, на котором изображается схема работы полного привода автомобиля и давление в шинах. По центру у нас основной дисплей, на котором мы видим цифровой спидометр. Справа меню мультимедийной системы, включая треки и воспроизведение. Слева картинка, фрагмент навигации. Также сюда выводятся все пиктограммы наподобие круиз-контроля, стояночного тормоза, лампы низкого уровня топлива, температура за бортом, а также часы. На правом дисплее цифровой тахометр, режимы коробки передач, а также дополнительные индикаторы. Либо экономайзер, в случае если выбран эко-режим, либо указатель перегрузок, в случае если вы выбираете спортивный режим движения. Также справа запас хода на баке и температура двигателя. Выглядит минималистично и скорее всего потребует привычки при вождении. Все-таки большинству людей привычнее пока еще стрелочные аналоговые индикаторы. Что касается центрального дисплея, здесь у нас также очень большое количество менюшек. Климат-контролем, который здесь двузонный, полностью автоматически можно управлять как с помощью сенсорной панели внизу, своего рода быстрый доступ, так и нажав на соответствующую пиктограмму в меню, провалиться в более детализированный и красивый раздел управления климатом, где можно управлять скоростью вентилятора, режимами обдува и температурой, просто касаниями пальцев по экрану. Здесь же у нас управление подогревами сидений в соответствующем разделе. Кстати, сидения в данном случае имеют не только подогрев, но и вентиляцию. Все может работать в трех режимах мощности. Через это меню можно также управлять люком, и это довольно неожиданно. В нашем случае машина имеет панорамную крышу. Вот так вот, открыть-закрыть шторку и саму панораму можно как при помощи привычной аналоговой клавиши, так и выбрав соответствующий пункт меню. Также этот автомобиль имеет уже предустановленную навигацию, которая полностью рабочая, и, кстати говоря, экран не вызывает вопросов. Отклик быстрый, карту можно приближать при помощи двух пальцев привычным движением, как на смартфоне, а также ее поворачивать. Дополнительное меню, позволяющее выбирать настройки самого автомобиля. Начиная от настройки усилителя рулевого управления, который, конечно, здесь электрически и в нормальных условиях он будет регулировать усилия на руле в зависимости от скорости, но вы можете отключить автоматику и принудительно задать, например, легкий руль, нормальный или утяжеленный, если именно таковы ваши водительские предпочтения. Отсюда же из основного меню выключается система стабилизации, система круиз-контроля на спуске, система старт-стоп, куча опций касаемо кузова. Отдельно можно управлять отсюда шторкой, отдельно люком, блокировками дверей, вежливым светом, то бишь автомобиль не будет выключать фары, пока вы не дойдете до подъезда. А также отсюда включается и выключается беспроводная зарядка, которая располагается в удобном месте на центральной консоли. Здесь же в меню отдельное управление светом, включая подсветку по салону, ассистент движения по полосам и парковка. Камеры кругового обзора на этом автомобиле имеют очень хорошее разрешение, в целом пользоваться ими удобно, плюс большой дисплей, соответственно, выглядит это все информативно. Здесь присутствует также разметка, показывающая траекторию движения автомобиля вслед за поворотом руля. Что касается дополнительных органов управления, здесь же за беспроводной зарядкой у нас режимы работы автомобиля. В плане трансмиссии машину можно оставить принудительно на 2ВД, она может быть полноприводной по требованию, а также муфту можно заблокировать для движения в сложных дорожных условиях. За селектором коробки передач на центральном тоннеле у нас кнопка отдельное включение режима парковки, кнопка управления камерами, справа видеорегистратором, по центру шайба, которая позволяет менять режимы работы автомобиля от спортивного до экономичного клавиши управления стояночным тормозом и режим автохолд, позволяющий стоять в пробке при отпущенных тормозах. Машина будет держаться рабочим тормозом до момента, пока вы не нажмете на педаль газа. Собственно, все это компьютеризированное хозяйство явно потребует некоторой доли привычки, но освоившись со временем и найдя короткие пути попадания в те или иные разделы под меню, вы, скорее всего, не будете испытывать с ней более проблем. Что касается бардачков и прочих мест для хранения в этом автомобиле, на центральной консоли есть довольно вместительный бокс посредине. Также два подстаканника, низ консоли у нас отдельный, выполненный в виде большой полки своего рода, парящая центральная консоль чем-то напоминает автомобили Volvo, внизу 12-вольтовая розетка и USB-разъем. Никаких футляров для очков в данном случае у нас не предусмотрено, сам основной бардачок в этой машине довольно-таки небольшой, особенно примитивно к огромным размерам салона. Ну а внизу дверных карт у нас узкий карман, передняя часть которого отформована под бутылку, но с учетом ширины этой ниши есть большие сомнения, что нормальная полулитровая бутылочка туда войдет. Что касается обзорности, ощущения зажатости в этой машине на самом деле не возникает, несмотря на узкое лобовое стекло. Линия бокового остекления в принципе находится в нормальном, привычном среднем положении, не сказать, что она особо высока. Здесь у нас присутствуют боковые зеркала, крупные по своей площади, хотя и зауженные к краю. Но есть мониторинг слепых зон, есть подогрев зеркал, а также камеры кругового обзора. Поэтому в целом по обзорности с места водителя никаких вопросов здесь быть не может. Кстати, как мы уже упоминали, края капота в данном случае видимо. Это работает на чувству габарита автомобиля. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Попадая на заднее сидение этого автомобиля, удивляешься мягкости заднего дивана. Это реальный диван. По сравнению даже с передними креслами в него садишься и проваливаешься. Нечто подобное можно было ощущать на старых машинах наподобие BMW E39, где также профилированный задний диван принимал седока в свои объятия. Ширина заднего сидения здесь абсолютно достаточно для размещения трех взрослых пассажиров. Центральная часть практически плоская. Есть удобный и очень широкий подлокотник с двумя подстаканниками. Места очень и очень много. Я сижу сам за собой и от моего колена до спинки переднего кресла просто огромное расстояние. В принципе, несмотря на наличие панорамы, места над головой здесь тоже достаточно. Упора под локти присутствует, причем подлокотники ровно на той высоте, где они должны находиться. Так что в общем и в целом, с учетом наличия дополнительной регулировки спинки заднего дивана по наклону, правда всего в двух положениях, и сейчас это максимальный наклон назад, отправляться на заднем сидении этого автомобиля в дальнее путешествие очень даже можно. У задних пассажиров, правда, при этом нет практически никаких удобств, кроме собственных плафонов освещения и двух гнезд для USB-зарядки и дефлекторов вентиляции. Что касается подкапотного пространства, в данном случае, возможно, это будет самый короткий разговор про силовые агрегаты из всех наших обзоров. В данном случае под капотом располагается единственно возможный двигатель. Его индекс GL486-2Q5, и этот индекс, скорее всего, ничего никому не скажет. Данный двигатель, собственно, китайская разработка по конструктиву. Это рядная четверка с двумя верхними распредвалами. Здесь 232 лошадиные силы и 390 ньютонометров крутящего момента. Впрыск топлива непосредственный с ТНВД и форсунками высокого давления. А в качестве нагнетателя используется турбина. Говорить о надежности этих агрегатов пока, по крайней мере, я считаю, преждевременно. Машины еще только-только начали появляться, и какой-либо вменяемой статистике по ним, по большому счету, еще не накоплено, по крайней мере, в нашей стране. Но если судить по надежности современной линейки двигателей LeFan, в целом, все здесь должно быть благополучно. Благодаря большому крутящему моменту в 390 ньютонометров, этот турбомотор довольно непринужденно перемещает в пространстве большой кроссовер немалого веса 1920 кг. Есть в этом заслуга и восьмиступенчатой классической автоматической коробки передач фирмы A-SIN. Так что, по большому счету, этот автомобиль неплох по конструктиву. По крайней мере, здесь нет пугающих технических решений. Все же к турбинам и прямому впрыску мы более или менее привыкли. Ну а перед тем, как посмотреть на то, что представляет собой Unicay при взгляде снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. По каталогу клиренс этой модели 190 миллиметров. И вооружившись рулеткой, давайте проверим, так ли оно на самом деле. Низшая точка автомобиля в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека. И вот до нее от поверхности земли как раз те самые 19 сантиметров. При этом брызговики переднего бампера в данном случае у нас отстоят от земли на те же 19 сантиметров. А сам бампер, задняя его часть, аж на 25. Расстояние от земли до отбортовки поддомкратника в данном случае целых 28 сантиметров. Ну а нижний край заднего бампера находится на расстоянии 31 сантиметр от поверхности земли. Причем в данном случае практически ничего не свисает ниже этой отметки. С учетом короткого заднего свеса проходимость этого кроссовера можно признать весьма и весьма достаточной. Что касается ходовой части этого автомобиля. По конструктиву подвеска классическая для кроссоверов. Спереди используется Макферсон. Передние и нижние рычаги в данном случае алюминиевые шаровые опоры крепятся на болтовых соединениях. И меняются даже по заводу отдельно от рычага. Обращает на себя внимание, кстати, очень неплохой с виду запас прочности компонентов подвески. Рулевые наконечники и стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае выглядят довольно основательно. По техсостоянию машина новая, соответственно здесь никаких нареканий в принципе нет. Нет. Кардан на нашей полноприводной модификации имеет две крестовины. Спереди и сзади плюс подвесной подшипник. Сам кардан в данном случае непривычно большой толщины. Фактически толще, чем выхлопная труба. Также при взгляде снизу бросается в глаза непривычное отсутствие огромного количества пластиковых защит. Как это сейчас происходит на большинстве современных машин. Здесь просто днище кузова. Причем антикоррозийка, она обработана как-то очень избирательно. Буквально сегментами закрыты швы и некоторая часть площади. Хотя, например, в центральной части антикоррозийки очень и очень мало. По сути здесь она есть только на швах. Чем ближе к порогам, тем ее становится больше. В задней части у нас находится топливный бак. Его емкость 70 литров и он пластиковый. Как, собственно, и горловина бака. В данном случае она тоже резинопластиковая. Это хорошо. Проблем с коррозией данных компонентов у будущих владельцев подобных автомобилей явно не будет. Что касается задней подвески этого кроссовера. В данном случае у нас многорычажная схема. Большой рычаг поперечный. Рычаг поменьше сверху, также поперечный. Одна поперечная короткая тяга с очень основательными сайлинг-блоками. И большой продольный рычаг. Обращает на себя внимание то, что в данном случае пружина и амортизатор в задней подвеске Шангане у нас разнесены. Что, опять же, делает проще замену этих компонентов по отдельности. Задние тормоза, само собой, в данном случае дисковые. Также в задней части мы видим и муфту подключения полного привода. Хотя сам задний редуктор на этом автомобиле не очень крупный. Что наталкивает на некоторые мысли о том, что задняя ось здесь в основном используется чисто как вспомогательная. Таким мы увидели сегодня премиальный кроссовер из поднебесной Шангань Uni-K. 2023 года выпуска с турбомотором на 232 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Автомобили еще достаточно свежие. Но если среди наших подписчиков есть те, кто уже купил и эксплуатирует подобную модель, пожалуйста, отпишитесь в комментариях о своих впечатлениях. Людям, которые размышляют о том, покупать или не покупать, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовала конкретная машина на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео она все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по машине вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Звоните, пишите. Спасибо, что смотрели и до новых встреч на канале. Пока!